А вот недавно вы открывали выставку, посвященную мультикультурным ценностям, тоже в Баку. Скажите, насколько вот все-таки это важно, для чего они проводятся и видите ли вы результат от этого? Да, вы знаете, это даже тоже, наверное, какой-то степени судьба нашего города, нашей страны. Ну, потому что она всегда была мультикультурной. И я даже не могу сказать толерант, потому что толерант это как бы так, просто для нас это норма, что все религии, все культуры, все традиции проживают вместе, все друг друга уважают. И никогда даже мы не думали, что это что-то такое, чем можно гордиться или тому. Но сегодня в мире это становится очень важно, и хочется, чтобы во всем мире это понимали, ценили, в первую очередь видели человека, человека. И поэтому это хорошо, что Азербайджа, но и географически мы так расположены между Азией и Европой. И, видимо, в этом какое-то предназначение есть. Это в крови, вот, это доброжелательность, уважение к гостям, ну, какое-то такое веселое отношение, понимание, доброта. Да, и я думаю, что это сходится к тому, что когда рождается ребенок, у нас семья, он окружен очень большой любовью. Со стороны бабушек, дедушек, мам. И как бы вот это, я думаю, то, что делает человека именно открытым, сильным миром. Ну, наверняка же вы тоже прочувствовали эту любовь на себе, когда родились, не просто так это говорили, да? Вот в вашей семье насколько важны были эти ценности, насколько вы вот сейчас передаете дальше? Да, очень важно. У нас все друг друга с уважением, как бы с любовью. Ну, а я очень передаю дальше, даже, наверное, совсем так, что я просто вообще своих детей слушаю. И мне кажется, что от них можно много чего научиться. Вот и та же память поколений, преемственность в том, что вы еще и вице-президент фонда Гидарлиева. В этом году ему 15 лет уже исполняется. За это время что заслуживает особой гордости, по-вашему, какие вот самые главные? Да, все сферы, и образование, и экология, и культура, наука, здравоохранение. Ну, лично для меня важна экология. Вот идея, ну, это посадка деревьев, защита животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Обновение, образование молодежи, вот, чтобы люди более бережно относились к нашей среде. И, наверное, мультикурентуализм тоже важно. Ну, чтобы... Мне хочется, чтобы вообще все в мире жили мирно, и относились к другим с пониманием и уважением, и так, как они хотят, чтобы к ним относились, относились бы к другим. Вот все, что вы перечислили, вы этим всем занимаетесь, и не только в рамках фонда Гидарлиева, но вы и экологией занимаетесь, и также глава многих молодежных центров. Ну, вот вы еще и мать, правильно? Как вам удается все совместить? Ну, мы, это команда, мы все вместе, когда ради дела, ради идеи, и тогда все одинаково вовлечены, все помогают. И, ну, я стараюсь как бы поднародиться здесь и сейчас. То есть там, где ты сейчас, там ты нужен. И не слишком думать о том, что будет потом. А какая бы все-таки из всех этих ролей вам ближе? Вот сохранить экологию или все-таки быть матерью? Ой, не знаю, человеком, наверное. Человеком. Ну, конечно, матери в первую очередь. Это надо всегда помнить, потому что, чтобы не было в первую очередь женщины, это мать. Ну, для меня, наверное, да. Просто матерью. Да. Ну, все дети наши дети, да, в какой-то степени. Вот, кстати говоря, возвращаясь к вопросам семьи, все-таки не секрет, что для очень многих вы в первую очередь дочь президентна. Да. Не кажется ли вам, что вот именно благодаря этому очень многие вопросы как раз-таки и получается решать? И вот для вас это скорее плюс или хотелось бы... Да, конечно, ну, в первую очередь я как бы дочь своих родителей, как и все дети, да, они... Для них любой отец и мать – это главный авторитет, ну, чем бы они ни занимались. И, конечно, это мне очень помогает. Это, с одной стороны, большая ответственность, а с другой стороны, это большая возможность много чего делать. И поэтому нет желания останавливаться, есть желание еще больше делать. Ну, если есть такая возможность, надо стараться делать как можно больше благих дел. Но, в принципе, я считаю, что у каждого человека эта возможность есть. Главное – просто уметь ее увидеть. А вы ждете именно вот это одобрение отца? Вот для вас это важно? Очень важно. Это важнее всего, конечно. Да, да. Ну, важнее всего, когда я делаю что-то, я вижу, что я приношу пользу. Это на первом месте. Это опять же семейные ценности, да? Вы росли, как вы говорите, в любви, в семье. Да. Какие-то самые важные, может быть, наставления именно матери, отца? Что-то можете вспомнить, чем сейчас руководят? Ой, я могу сказать, вот любовь. Это я могу вспомнить. Любовь, понимание. И всегда они не смотрели на нас, как на вот наши дети, а смотрели с детства на нас, как вот на людей ценных. И это самое главное. Я также стараюсь обращаться к своими детям, что это не какая-то моя собственность, а это отдельные люди, которых надо уважать. Это очень важно, я думаю, что это, ну, любовь. Любовь на первом месте.